ну что ж еще раз доброе утро и начинаем как всегда воскресенье барахолка как без этого каждый раз еду даю себе слово не покупать ничего лишнего ненужного и каждый раз это не удается потому что есть вещи которые просто поражают твое воображение почему именно тебе они вот так вот нравятся что они в тебе вызывают какие эмоции я не знаю но сегодня опять не без покупок и пока я их тут немножко раскладываю привожу в порядок чтобы вам показать запущу сначала съемки с самой барахолки и наверное надо предупредить что следующие выходные она вряд ли состоится потому что у нас будут праздники и поэтому ближайшая будет 1 июля в квартале спикери и 2 июля на агентскалском рынке эта информация у нас для рижана ну что ж а пока смотрим что там было интересного все себе поснимаю чтобы не забыть что купить красивые пищи цель вот так еще не раз Это с птичками тоже интересная, очень яркая такая. Вот эти 10, это английская серия. Вот там, короче, по 30 центов. Разве по 20 центов. Не надо ничего! Не надо! Приехали издалека, он совершенно другой, поэтому кажется, что лучше. Это то, что собирает, то, что нравится. Тарелочка, сколько? Танечка, сколько такая тарелочка, Танечка? Танечка, сколько такая тарелочка? Это как масленка, да? Посмотрите, да. Прикольная. Сырница, масленка, мне кажется, завтрак в постели. Дикое утро. Дикое утро, да. После дикой ночи безумной. Да, потому что, да, ведь всё. А, бутер? Да, 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 значит, точно масленка. Да, масленочка. Интересно, чего только нет у вас сегодня. Сегодня какое-то изобилие нового, непонятного, интересного товара, красивого. Да. Очень красивая шкатулка, просто необычная, да, с таким рисунком. Просто обалдели. Чья она? Какое клеймо сложное какое-то. А, английская, да. Интересная, да, вообще такая нестандартная вообще. Угу. У меня таких тоже не видела. Лимош вообще бесподобен. Угу. Лимош есть лимош. Лимош есть лимош, да. В общем, что этот скажешь, в хорошем состоянии просто. Угу. Форма, форма, форма идеальная. Идеальная, красивейшая. 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 Или не дорога, 25 евро всего. Ну, в принципе, да. Для такой большой, она большая по объему. А вот это блюдо зеленое, тут с золотыми ободками. Вот это. Тут немножко есть трещина, вот чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть. Угу. Она как бы и здесь тоже видела. Да. Что-то непонятно. Старая, старая. Ну, видно, что да, вот старинейшая. Ну, да, я говорю, она предназначена использовать влагу в этот. А что ты положил, печенюшки, они как бы... А так все по золоту, все видите, сохранено. Да. Очень красиво. И вот эти я пропустила тоже красивые вазочки. Похожие на чайницы, но это, конечно, вазочки с крышками, скорее всего. Солый набор хороший. Да. Как туда пробраться. Да. Ну, это просто шикарная большая ваза. А вот те маленькие можно посмотреть. Какие они прелестные. Какие на них цветы вообще. Все разные. Все разные. Да, разные. Но между собой не одинаковые две вот эти? У тебя такая. Угу. Угу. Ну, вот это тоже изысканная просто. Для Тюфанов. Французская, да. Очень красивая ваза. Просто... Ну, просто изысканность. Такая. Угу. С�. Немного ваза. Угу. Б лог, лог. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и так возвращаемся к покупкам и смотрим куда меня занесло в этот раз Ну как всегда не обошлось без хоть какой-нибудь маленькой изящной шкатулочки Тут сразу привлекло внимание изображение розы, причем она такая выпуклая и явно с какой-то ручной дорисовкой Такое вот может быть сегодня пасмурный день не настолько все ярко и хорошо видно, но оно очень нежное, нежное такое красивое изображение, сама шкатулочка маленькая И это у нас сейчас посмотрим, вот стали у нас появляться какие-то из Франции, из Англии, но те кто привозят люди, здесь у меня будет много сегодня тоже английского различного, кто привозит такие красивые вещи Ну вот такая прелесть, конечно стоило недешево, вообще последнее время цены я так чувствую подросли и поэтому уже позволить себе все невозможно Ну конечно все никогда невозможно позволить, но иногда хочется Еще одна английская такая мини-вазочка, разрисованная вручную, вот это было недорого, потому что продавала женщина, которая уезжает из Латвии, она хочет поехать к своему брату Ну вот, потому как не осталось уже родных и боится за состояние здоровья, что если вдруг придется как-то Ухаживать или еще, что может быть хотя бы брат чем-то поможет Ну, на самом деле в жизни получается иногда, что не особенно можно рассчитывать на близких родственников, скорее даже друзья помогут Тем не менее она распродает все, что у нее дома есть, и вот эта английская такая вот вазочка Ну, наверное, как бы ничего особенного Но не было много таких, на один цветочек какой-нибудь, на один маленький букетик Ну, просто милая и хотелось помочь человеку хоть как-то Тарелка, которую я вообще думала, что я ее не довезу до дома, потому что посмотрите, какие у нее сзади трещины Трещины, кракелюр, ценник, то есть понятно, что я покупала не на барахолке, а покупала в магазине Скандинавс Но я не могу устоять от таких вещей, и мне показалось, что у меня есть из этой серии Ну, потому что я помню, что вот с каким-то таким же интересным рисунком Но серия все-таки называется, по-моему, по-другому Вот это Бристоль или Бристоль А вот это другая серия Ну, и по клейму видно, что другая серия Это Парадис Тем не менее, вот как-то напомнила мне эта тарелка Той, которая у меня имеется И мне вот эта безумно нравится Хотя я тоже из нее не ем Там тоже, по-моему, есть трещины И здесь такие трещины, что есть из нее нельзя Ну, вот иногда просто хочется поставить, и пускай стоит Потому что в ней какая-то особая такая и изысканность, и благородство И старина какая-то особенная, своя такая И даже этот каркелюр ужасный, который говорит о том, что некачественно обжигалась А может быть, просто от времени уже растрескалась Ну, в общем, на нее надо просто не дышать Стараться Ну, довезла до дома, и уже хорошо Ну, посмотрите, какой чудесный Бело-синий такой оттенок Серо-синий рисунок Не знаю, меня он просто восхищает Почему это необъяснимо Далее Совершенно яркая, безумная, наверное, чайница Я всех называю чайницами Хотя сюда этого чая поместится просто какое-то немыслимое количество Ну, тем не менее Ну, имбирница там, не знаю, для печенья, для чего-нибудь еще, для чего-то сыпучего Просто привлекла внимание вот яркость Вот этим таким рисунком, который нанесен объемно Цветом Ну, в общем, какая-то такая прям вот необычная, необычная Вот бывают вещи, они очень необычные Жалею невероятно, что не купила шкатулку Которую мы рассматривали И пока мы рассматривали, кто-то уже другую ее успел купить Она была тоже с красивой разрисовкой Там кузнец, по-моему, или что-то такое Ну, вы, я думаю, видели в видео ее Ну, вот ее не удалось купить Ее успели перехватить Там вообще, чем раньше приедешь, тем больше шансов что-то найти Иначе потом как-то народ уже раскусил, что надо приезжать пораньше К 9 утра И уже все самое интересное Прямо у вас перед носом расхватывает Ну, так как я вот всякие такие чайницы собираю все еще Она мне понравилась Ну, настолько действительно необычная Не ожидала, конечно, от себя такой покупки Вполне ожидаемая покупочка Потому что нежная тарелочка Розочка Вообще такая красивая Изящная Вот просто удовольствие Все что угодно Чтобы вы на нее не положили Маленький бутербродик Немножко какой-нибудь творожной массы Там пару каких-нибудь сырников Да просто печенье Или я не знаю, что это Тоже у нас какая-то такая старенькая марка английская Можно будет потом почитать про нее Обожаете старые клеймы Вообще люблю все английское Ну, вот такая вот красота Была, к сожалению, одна Но В ней есть все, что мне нравится Что устраивает И цветочный рисунок И красивые обрамления И даже немножко позолота И форма, и размеры В общем, все чудесно и прекрасно Очень странная вещь Но она старинная Она там внутри ржавая Надо будет ее вообще Как-то почистить от ржавчины Или не чистить Пускай такая будет Это, ну, наверное, что-то по типу шкатулки Ну, кольцо такое просто Средневековое какое-то Листья какие-то тоже В общем, что-то в ней такое есть Необычайное Что прям цепляет Вот Не знаю, почему Какие-то вещи Которым тянется рука Которым не тянется совсем Хотя она красивая Интересная А здесь, казалось бы Ну, что интересного Да? Что-то такое старое Совсем кованное Вот такие заклепки Металлическая Для чего она была нужна Непонятно Но очень-очень заманчиво И интересно В общем, пройти мимо не смогла Потому что вещь прямо кричала Бери меня к себе Взяла Что теперь буду с ней делать Не знаю Так Молочник Ну, придется его называть Молочником Не сливочником Размер у него такой Большой Хотя вот Очень часто Встречается мнение Что если молочник То должна быть Какая-то крышечка Так как молоко Подавалось горячим Чтобы оно не успевало Остывать Оно должно было Закрываться какой-то крышкой Ну, хорошо То есть Либо неправильный молочник Либо Очень большой сливочник Прекрасный Совершенно Такой Прелестной формы Позолото Рисунок Я сначала увидела Вот этот рисунок Нежных голубых цветов Я почему-то думала Что с другой стороны Такой же Но нет С другой стороны У нас тут что-то другое Дикое И конечно Раз столько Много цветов То это конечно Опять что-то Английское Марка По-моему Неплохая Спотс Надо будет Потом о ней Почитать Ну и вот Такие Обозначения Ну что ж Ну хорош Хорош Тоже уже Сколько можно покупать Эти молочники Сливочники Но как видите Каждый раз Находится Что-то такое Что привлекает К себе Внимание Три Открыточки Опять Старые Латвийские Открытки На которых Изображены Наш Художественный Музей Это Более Старая Открытка Она даже Есть Опять таки С подписью Безумно Красивые Конечно Были Почерки У людей Писалось Все Ну я не знаю Как Если бы Вы посмотрели Какой у меня Почерк Просто бы Долго смеялись Какой он ужасный И есть год Пятьдесят Какой-то Там сейчас Плохо вижу Пятьдесят шестой Кажется Это тоже Дополняет Какой-то Ну Дополнительный Вот Интерес Почитать Про эти времена Посмотреть Еще что-то На эту тему Это наш Оперный театр Он и сейчас Так выглядит Он прекрасен И еще Одна фотография Уже скорее Такая Как Открытка Но мягкая Тоже Музея искусств Когда он Выглядел Вот так Еще не Отремонтированно Сейчас его Привели в порядок Отремонтировали Но честно говоря Старое здание Мне нравилось Больше Вот Два Две открытки Музея И одна Открытка Оперного театра Вот такие Вот Были находки Ну и Из всего Еще купила Одно Блюдечко Потому что У меня Есть Сейчас Я покажу Вам Эту серию Это Чашечки Такие Тройки От сервиза Рижского Который Называется Марианна У меня Есть Полностью По моему Вот этот Сервиз В таком Исполнении И Когда Первый Который Вообще Покупался Мы С мамой Покупали Не помню Сколько 60 рублей Что ли В советское Время Наверное Было Дорого Очень Вот Такой Вот Одна Всего Лишь Чашечка С тарелочкой Осталась Как бы Он Очень Легкий Очень Тонкостенный Красивый Вот У него Есть Много Разных Вариантов Разрисовок То есть Выпускались Самые Разнообразные Вот Такая Есть Цветастая И У меня Была Вот Кружечка По сути Только Я не знаю К ней Розовая Тарелочка Маленькая Шла Или Возможно Серая Возможно И серая Потому Что Здесь Серого Много Но Хотя Розовая Серединка Тоже Есть Но Зато Я Увидела Сегодня У меня Вообще Была Одна Кружечка Зато Я увидела Сегодня Вот Эту Нижнюю Тарелочку Ну Чтобы Уже Создать Как бы Тройку Чтобы Уже Была Какая-то Законченность Буду Смотреть Вот Не знаю Может Кто-то Подскажет Можно Конечно Погуглить Поискать Серая Тарелка Здесь Должна Быть Или Или Имеет Право Быть Розовая Потому Что Розовая Я Взяла От Какого-то Другого Сервиза Ну Она Сюда Подходит Но Может Быть Это И Не Отсюда И Вот Теперь У меня Четыре Такие Троечки Кофейные Ну Собственно Кончится Тем Что Я Буду Продавать Потому Что Конечно Я Кофе Не Пью Но Так Вот Для История Интересно Что Выпускал Наш Рижский Фарфоровый Завод Ну Вот Как-то Так Пожалуй На этом Сегодняшние Покупки Заканчиваются Рассказывайте Что Вам Понравилось Что Вам Интересно Чтобы Вы Купили Хотя Я Возможно Из моих Покупок Вы Бо Ничего Не Купили Тем Не Менее Вот Всегда Рада Показать Потому Что Для Меня Это Просто Источник Радости Какой То Вот Такие Разные Предметы Самые Разнообразные Они Все Равно Меня И Радуют И Заставляют Потом Поискать В интернете Информацию Об этих Марках Фирмах То Что То Как Узнаешь Новое Ищешь Думаешь А Что Еще На Эту Тему Можно Найти А Как Это Можно Использовать В общем Процесс Бесконечный Интересный Требует Конечно Некоторых Вложений Но Я думаю Что Когда Нибудь По Крайней Мере Ну Почти По Такой Ж Цене Если Мне Захочется Я Смогу Все Это Продать Хотя Пока Не горю Желанием Но Иногда Что Продается Вот У меня Будет Сейчас Покупаться Там Кое-какие Небольшие Предметы От сервизов Которые Я не буду Собирать И Этим Я компенсирую Сегодняшние Покупки Ну Вот Как-то Так Хороших Вам Выходных У нас Обещают Дожди Пасмурно Я В общем-то Жду Дождя И Прохлады Потому Что У нас Была Тяжелая Неделя Жарко Очень Сухая И Уже Природа Вся Соскучилась По Влаге Поэтому Ждем А Так Как-то Сразу Потемнело Что-то Я тут Не то Сделала Ну Хорошо Поэтому Надо Быстро Попрощаться Всего Хорошего До новых Встреч Пока-пока